Доброе утро! Доброе утро, друзья! Мы сегодня собираемся поехать на рыбалку. Сейчас поедем продукты купим и пару блюхин. И уже будем собираться, поедем, попробуем порыбачить на реке. С вами, кстати, еще заодно покажем, что Максим купил. Ну, надеюсь, что, может, в этот раз что-нибудь поймаем. А не поймаем, просто хорошо поведем время. Это да. Мы приехали в магазин, все по 5, посмотри, что здесь, может, что-то понадобится нам. Знаешь, по 5 уже практически ничего нет. Ну, название-то все равно осталось. А нам еще надо батареечки купить, фольфонарь. О, фольфонарь. А мы почему покупаем? А я уж не помню. Мы вот такой же, да, купили? Да. Одеватель. Да-да-да. Качкашин купали. Вот таким вот образом у нас выглядит багажник. Это мы сейчас еще поедем за Максимом, еще его вещи будем брать. Куда мы все будем девать, я даже сейчас не представляю. Ну, все, мы заехали за Максимом, забрали. И чтобы вы понимали, мы едем на одну ночь. Может, на две, если. Может быть, и на две, да, посмотрим, как получится. Как будто на месяц с ротой солдат едем. Так, ну что, теперь еще за Таней, и все, и погнали. Будь здоровы! С Богом! Так, все, мы приехали на место. Здесь, во всяком случае, речка глубокая. Дальше она все мельче и мельче становится. Такая вот красота. Единственное, там вот видите, еще одна машина стоит. Так, ну вот та вещь. Кто угадал? Кто угадал, что мы купили все-таки? Вот такую вещь нам покупал Максим. Значит, это на двух человек. О, тут даже сидень надуваются. Ничего себе, как в высших домах Парижа. Но она продавалась без, как их назвать, без весел, да. Весла покупали отдельно за 55 лир. Дай, по-моему. Да. Насос сдавался, все дела. Покупали отдельно. А, насос отдельно покупали? А, понятно. Сдувать, да. Ничего себе. Вот это да. Ну, череп, по-моему, одобрила покупку. Вообще, она любит на лодках кататься. Дайди здесь путешествовать. В прошлый раз. О, не лопнет, каяк. А, пардон. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Сейчас посмотрим, как мальчики пойдут на рыбалку на этом каяке. Я понял, да. Вот. Черри-то возьмете с собой, Денис? То есть он уже... Да, это, наверное, будет долгий процесс. Вон почему пошло. О-о-о. Пошло, пошло. Не бокалку со спичками не надо с собой возить, да? О-о-о. Туристы? Туристы. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, другой стороной же надо. Уже лучше здесь забыть. А, и вот сюда просто. так все лодку надули сейчас пытается поставить сиденье мне кажется вы перевернетесь на ней сиденье какие-то маленькие дай детский тем ну все денис можешь катать людей как назовете то лодку не скучно жить а то по речным порогом как начнете скакать на у нас на четверный зевс 83 ну надо это тоже как-то назвать а то как же она без имени о ничего себе она должна была посмотреть что-то купил один есть одобрить до одобрить дивульки когаточки подстрижены так что ее можно тоже с собой брать на рыбалку до дивуль червончик еще надо какие-то плавники до прицепить чтобы быстрее у вас ходила лодка да по воде или для чего они а как на воздушных крыльях да так пробный заезд я не могу над вами вас оттолкнуть может быть дело пахнет керосином по моему а вы куда вы куда а не денис я с тобой кататься в ней не буду черри черри переживает за папу что у вас случилось как она за папу переживала как она переживала за папу и стефан переживает ты хочешь тоже кататься конечно хочет черри черри ты куда ну чё вы будете вылезать или дальше пойдете плавать так все денис мне тоже настраивает удочку я буду с берега ловить максим не щипчики подарил может быть я хочу поймаю она нас что нет надежды что но пока нет так первую нас получается баравни отбивные потом зеленый лучок у нас овощи мешанка еще будут куриные крылья и шашлык из индейки да да так у нас первые слабые поклевки пошли на креветку сейчас забросили креветка а рыбка маленькой наверно дай давай ольга чё подержит ну чё держать вас нет все мы сели а как я теперь плавать главное не проткнем таким крыльником и его понятно дело аккуратно не зацепить груз грузки взяли рыбаки вас через сколько ждать то денис значит года через полтора так ну что-то наши мальчики далеко ушли вниз по течению а мы остались станей следим за хозяйством сейчас будем раскладывать уже пакеты может быть даже на ночевку уже собираться хотя еще по идее рано червонка в своем кресле лежит у нас так а мы жарим шашлык теперь в середине у нас индейка по бокам у нас осталась последняя партия сейчас дожарим и все слава богу вообще смотрите какая красота вокруг машин так и стоит рядом с нами так я значит удочку свою же перри забросила у меня всю креветку съели что-то голосов мальчиков я уже не слышу а смотрите по реке такое ощущение что это полины пух плывет червонка он у нас уже спит видеть девятый сон устала собачка хорошо что мы кресло с собой всегда берем да диуль забыла рассказать вам могут в ту сторону пытались проехать но если честно там до реки очень далеко спускаться и в той стороне то же самое получается ты въезжаешь на гору и до реки там метров 5-7 это точно так что это пока вот идеальное место для рыбалки ну не знаю будем ждать рыбаков так у меня сучья с такой акаде у меня клевала но это может быть даже черепаха или змея вот я резко дернула у меня вся уточка перепуталась а вон наши рыбачки ну как здесь рыбы не до а мы слышим здесь хотела слышно получилась по папе давайте давайте скорее пришвартовывайтесь рыбы там очень много там и нашли такую золотые рыба так решили здесь берега порывачить уже темнеет потихонечку клюет здесь ну явно это малек Денис распутал мою удочку которую я запутала но у меня я говорю явно черепаха или змея какая-нибудь здесь хоть как-то клюет да Денис говорит там два порога да Денис да ну а что же вы не спустились то удочки жалко удочки так бы пошли да так бы да вон у Максима у нас лягушки квакают красота так но мы все за собой убрали покидаем это место поедем следующее так что оставайтесь с нами посмотрите куда в этот раз мы попадем вон какая красота сегодня да хотим время на часах пол девятого у нас полтора часа чтобы добраться так уже темнеет а мы все едем вместо дислокации а приключение только начиналось да на каек на речке мы проверили теперь надо проверить на море ну да как себя там на волнах будет вести два часа на локдаун да я просто делал да то что скоро будет локдауна мы хотим на море уехать там есть пансионат попробуй договориться с ними чтоб там заночевать ну ща будем пробовать да все мы приехали на мелоди время пол одиннадцатого чтобы вы понимали вот эти все вещи мы перли наверное ну 500 метров точно полкилони это какой-то ужас а там кто-то есть что ли мне посиди только спущусь а там кто-то есть вон фонарик смотрите кого мы здесь нашли как она огромная раз 5 на рабочий чем черри она откладывает яйца к тому ее больше беспокоить не будем полипа морская а Продолжение следует... Продолжение следует... Есть домики, как нам вчера объяснили, 50 лишь человека. Там есть плита, холодильник, ну и все самое необходимое. А если на пляже, то там, конечно, это все бесплатно. С нас взяли только за парковку. Но на самом деле мы и хотели на пляже остановиться. Хотя бы просто попробовать, что это такое. Потому что была очередная мечта. Тут, видите, тоже собачки такие бегают, дружелюбные. Мы вчера приехали, тут вот за столиками сидели люди. Ну так вот сама территория очень ухоженная. Ну, с вещами... Сейчас я вам покажу, на какую высоту подниматься и спускаться. Вон там вниз надо было тащить все вещи. Тут есть душ, туалет. То есть вот мы, например, сейчас можем прийти и спокойно помыться с пляжа. Чуть погода не радует. Ну, может, рано еще. Волны все, да, такие были, Денис, всю ночь. Ну, может быть. Раз, два, три, четыре. Ну, пятая наша машина, шестая. Так что, может быть, и занятая. Хочу вам показать. Кемпинг сам находится вот там, на высоте. А нам спускаться вон туда, если видно на камеру, люди там стоят. Йогой сегодня занимались. И вот так вот, по дорожкам, по дорожкам, мы спускаемся вниз. Мне кажется, волны немножко поутихли, потому что ночью прям такое ощущение было, что они до нас в любой момент могут долететь. И такие вот небольшие островки здесь разбросаны недалеко от берега. Но в том году, если честно, от вот этого пляжа Мелоди, вот до этой скалы ходила лодка. Можно было прокатиться. А мы все таскаем вещи вниз. Доброе утро, друзья. Вот смотрите, хотел вам показать, вот так вот работает этот чайничек и горелочка. Здесь еще вот она вот эта вот кастрюлька остается. И такая небольшая сковородочка. Вот сейчас мы кофтику подъем. Загородились от ветра, ветер задувает. И покажем наш лагерь. Вот с утра я сегодня вот так вот сидел, любовался на море. Решили немножко прогуляться по этому острову. Заодно вам покажем эту красоту. Вообще какую-то нереальную. Мы с Денисом смотрим сейчас. Вот смотрите, вот эта вот скала, она получается вся зеленая. Отвесная, сказать, скала, да? Вот, и почему-то нам Таиланд напомнила. Потому что такой дымки какой-то. Шумбол. Девулька с нами идет. Пойдем, червончик. Это собака местная тоже. Второй год к нам приходит. Ее хозяева бросили, она прибилась, теперь здесь живет. Мы считаем, ну, Денис сказал, что здесь вот заход в море получше. Так что сейчас солнышко выглядит. Здесь будем заходить купаться. В пологе вот сразу видно. Волны вот такие. Ну да, здесь вот прям сильные такие волны получаются рядом с нами. А здесь они уже поменьше. Вот смотрите, еще одни следы черепахи. А вот там дальше лунка. И она, видать, там тоже яйца откладывала. А смотри, сколько много следов черепа. И там, и там. У них вчера, видимо, целый выход был. Да, да, да. Вчера они все приходили сюда яйца откладывать. Очень много следов по пляжу. Вот смотрите, какие глубокие ямы они выкапывают. А потом уходят в море. Вон, Денис тоже пошел купаться. Ну что, а как водичка? Бодрит. Вот собак решила тоже скупаться. Можно купаться? Нормально, да? Ну и тут и смотрите. Мелкая-мелкая галька. А где наша палатка, там прям крупная галька. И за волн по ногам прям больно. Камни летят. Ну а я все равно еще туда хочу, до конца острова пройтись. Посмотреть, что там. А здесь вот, мне кажется, с маской понырять классно, да? Здесь камни, можно какую-нибудь живность найти. Ну так туда. Куда вы, к тому острову хотите подплыть? Камеру будешь брать? Ну вообще, конечно, какая красота. Ну если честно, там небольшой обвал был, да, Денис? Изменилась дорога. Тропинка. Тропинка, да, как сюда спускаться. Так что надо быть аккуратнее. Какие потаенные места. А здесь, смотри, это тоже плита. Ну да, я и говорю, я бишь, как не мою. Ага. Так, собака с нами так и ходит. А Черри убежала от нас. Стефану побежала. Ну вообще, если честно, классный пляж, да? Особенно сейчас в пандемию получается, в воскресенье, здесь ни одной живой души. Ну кроме нас еще одна семья, но они специально тоже пораньше заехали. Не одна там в домиках. Нет, в домиках там много, а про пляж говорю. Ну надеюсь, что скоро это все закончится. Ой, какая же красота. Нет, туда не пойдем, да, там ног ко мне навалены. Пройти будет проблематично. Людей на пляже становится все больше. Денис свой корабль намывает. Ну что-то погода сегодня, видите, не очень. Ну с одной стороны, может быть, это и хорошо, потому что целый день здесь на Санкт-Петербурге ты тоже с ума сойдешь. А так получилась дымка такая. Даже слив воды предусмотрен, как у настоящих кораблей. Так, 1-0. А это пробный, пробный. Пробный, да? Ну мне кажется, ветер мешает, дай. Валанчик легкий, дай. Надо камушек туда, вовнутрь. Это у нас ребят сейчас собираются плыть на лодке, хотят здесь попробовать перевернуться или нет. И нам говорят, вот, пока мы плаваем, играйте в бэмбинтон. И сами решили поиграть. Не знаю, что из этого выйдет. У мальчиков. Взяли вторую камеру. Может, что-нибудь поснимают. А то вчера на реке говорили-говорили, а сами камеру вторую забыли. Ну вы к тому острову, наверное, не плаваете. Давай, знаешь, что? Зайдем на немного полу. Вас подержать? И все, поплыли. Максим вчера нам сломал, видите? Теперь гребет с двух рук. Пока ничего у них получается. Куда-то далеко собрались. Ну правильно, они от берега отошли. Если они перевернутся. От берега отошли, там уже не такие большие волны. Да, было у нас два весла, а стало три. Они там как буйок болтаются посреди моря. Не, мне кажется, все-таки эта лодка предназначена больше для речки, а не для моря. Ну или хотя бы, когда нет волн вообще. Они вот чуть-чуть их разворачивают, и все, они сразу готовы перевернуться. Все, привязались к скале, и сидят кайфуют. Ладно, мы пойдем с Таней, сейчас картошку будем жарить с грибочками. Вот так вот, друзья, смотрите, мы пришвартовались, ставили весло в скале. Натянули веревку, но все равно нас сюда тянет. До туда мы дойти до той скалы не могли. Очень там уж большие волны. Там, ну, честно говоря, страшно не то, что мы там перевернемся, а то, что удочки утопим. А так вот там вот люди. Где наша Ольга? Ушла? А Ольга там, да. Ну, сейчас будем пробовать ловить. Друзья, как у нас происходит эта рыбалка? Ну, если так, конечно, можно назвать, волны это что-то. Она здесь швыряет из стороны в сторону. Хотя мы стоим как бы с подветерной такой стороной. Вот у нас то там, то здесь. Ловим и на креветочку. Ну что? Не укачало вас там? Рыбы нет. Здесь тоже рыбы нет, да? Понятно. А мы смотрим, вас там так болтало. Там такие волны. Ну, так даже проваливаются. Осьминоги здесь точно есть. Осьминоги? Да, я там улучшил. А-а, понятно. А где камера вторая? Здесь тоже. А, понятно. Ну, вы что-нибудь поснимали на камеру? Ну, один там нет. Понятно. Мы же. Давайте. Телачи тащите. Корабль. Вот и развлекаетесь. Туда-сюда лодочку таскаете. А где вы вверх тащите? Да. Съездили в магазин, купили холодненькой водички. Иди ко мне, а то лапкам горячо. Смотрите, какая здесь красота. Сейчас придем сразу купаться. Пойдем. На улице очень жарко. Прям вообще невозможно. Ближайший супермаркет от Мелоди получается. Не доезжая поста в сторону Махмутлара. Прям вот практически перед ними поворачиваете. Разворачиваетесь на машине. Там будет супермаркет маленький. Можно купить хлеб, консервы, воду. Ну, вот такое все самое необходимое. Мы еще купили клей, потому что ребятам надо матрас заклеить. Сейчас будем ремонтировать его. Люди потихонечку с пляжа уходят уже. Жарко. Сейчас самое пекло начинается. Не знаю. Смотрите, какая красота. Так что, когда приедете в Турцию, возьмите машину. Обязательно посетите это потрясающее место. Я так думаю, вам тоже очень понравится. Ну, и самое важное, что здесь есть парковка. Понятно, что она платная, но зато машина будет в безопасности. И можно на целый день уже сюда приехать спокойно. Хотела красоту вам показать. Смотрите, волны набегают на берег, и как красиво. Такой вот у нас потрясающий закат. Ну, а мы жарим картошечку. Сейчас покажу вам на такой сковородке. Такая вот у нас керосинка. Желаем всем приятного аппетита. Ну, все, друзья, мы покидаем это потрясающей красоты место. И говорим им до свидания. А вам желаем всем хорошего дня. Берегите себя. Деру-шу-рус, друзья.